МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Буквально несколько минут мы с вами по полочкам разберем анонсированный вопрос. Ну а также хочу отметить, что прямо в эти минуты мы параллельно следим за тем, как в Верховной Раде принимают бюджет на 2018 год. И уже в 7 часов вечера в рамках прямых эфиров на седьмом телеканале мы будем его обсуждать более подробно. Самые свежие новости расскажем вам прямо с пылу, так сказать, с жару. Ну и кроме того, хочется отметить, попрошу режиссеров вывести изображение моего ноутбука, что в данные минуты что-то происходит в городском саду. Вы можете видеть, что сегодня там собралось достаточно много людей. По нашей информации, простите, технические моменты, по нашей информации там находятся и журналисты, и правоохранители, и также общественники, и не только. Сейчас с нами на прямой связи находится наш корреспондент, это Надежда. Надя, если вы нас слышите, скажите, что происходит. Добрый вечер, студенты, добрый вечер, телезрители. Вот где-то два часа назад в городском суду у стен, у забора летнего театра собрались люди, активисты, общественники. Вот, значит, час назад подошли правоохранители, они отцепили вход на территорию летнего театра, и никого туда не пускают. По словам активистов, собственно, они собрались здесь, чтобы выразить свое негодование касательно того, что на территории летнего театра некая частная фирма планирует строительство торгового центра, в рамках которого на территории летнего театра будет уничтожено зеленое насаждение и деревья. Вот они выступают против вырубки зеленых насаждений. Студия. Спасибо большое. Напоминаю, это была Надежда Бондаренко, наш журналист, которая сейчас, прямо сейчас, в эти минуты находится в городском саду и наблюдает за тем, что там происходит. Будем держать вас в курсе. А мы возвращаемся в нашу студию. Ну и первый вопрос, Галина Ивановна. Этот золотой список желанных каждым работодателям, сотрудников в Украине и в Одесском регионе, какой он, кого ждут, кого хотят взять на работу? Ну, этот список не меняется уже достаточно долго. И те профессии, которые были востребованы в 2013-2014, там они востребованы и сейчас. Этот список достаточно устойчивый. Это, конечно, врачи, это медицинский персонал, это бухгалтера, и сейчас вот список этот пополнился, может быть, водителями всех категорий, которые только возможны, строительными профессиями, специалистами строительных профессий. И это, конечно, сфера обслуживания. Это продавцы, их нужно очень много. Это повара, парикмахеры. Вот то, что все, что касается сферы услуг. Ну и, конечно, самый разнообразный спектр специальностей инженеров разных категорий, разных, так сказать, направлений, они тоже востребованы еще пока. Несмотря на то, что промышленное производство в Одесской области как бы сократилось значительно, но инженеры все-таки требуются. Сегодня у нас такое интересное состояние рынка труда, что, с одной стороны, работодатели говорят о том, что у них кадровый голод, с другой стороны, украинцы все еще говорят о том, что работы на рынке труда, к сожалению, нет. Я предлагаю вместе посмотреть небольшой фрагмент нашего предыдущего эфира, где был в ряде гостей и Мустафан Аем, и вот как раз затронули этот момент диссонанса на рынке труда. Пожалуйста. Те предприниматели, у которых большие предприятия, как, допустим, Ткацкие, у которых вот работают сотни, там, тысячи человек, то это проблема, да, потому что люди просто уезжают. Когда вот мы были во Львове, так там предприниматели говорят, вам-то в Киеве еще хорошо, там, чтобы человек уехал, это ему надо чемодан собрать, там, билет заранее купить. А у нас теперь просто не вышел человек на работу, ты звонишь ему, а жена говорит, так он уже в Польше. То есть утром сел в маршрутку, и он уже в Польше работает. То есть вот проблема такая обстоит. Просто понимаете, мы как журналисты очень часто слышим фразу, что работы нет, вот негде работать, тяжелые времена. Если честно, меня очень удивил момент того, что у нас как раз не хватает сотрудников, им выгоднее уезжать за границу, сейчас работать. Как это изменить, как считаете? Создавать здесь условия для бизнеса, конечно. То есть для того, чтобы повысилось благосостояние граждан, чтобы начали расти зарплаты, должна быть конкуренция работодателей. То есть предприниматели должны между собой конкурировать за рабочие руки, за трудовые ресурсы. То есть получается, что изначально надо создать такой бизнес-климат, такую среду, чтобы предпринимателей становилось как можно больше, чтобы как можно больше предприятий открывалось постоянно. То есть, допустим, вот если взять, для примера, польские реформы, за первые два года реформ, у них было создано 600 тысяч предприятий новых. Примерно население у нас одинаковое. То есть если бы реформы начались у нас, то есть у нас получается миллион новых предприятий должен был бы создаться за это время. У нас наоборот, количество предприятий уменьшается. То есть у нас не созданы условия для бизнеса. С этого надо начинать. Создание условий, потом бизнес, потом конкуренция за рабочие силы, потом высокий уровень жизни людей. Ну вот такая двойственная ситуация. Скажите, как можно прокомментировать? Я хочу сказать, что в службе занятости иногда, так сказать, делегирует несвойственную ей функцию создания новых рабочих мест. И многие говорят, вот почему вы не создаете новые рабочие места? Что вам там мешает и все. Но мы действительно по закону о занятости и не создаем новые рабочие места. Мы являемся посредниками на рынке труда. А новые рабочие места, это, конечно, знак финансового благополучия, в принципе, в стране и правильной, наверное, налоговой политики. Потому что новые рабочие места создают, конечно, предприятия. К сожалению, я должна констатировать, что по данным многих экономистов создание нового рабочего места стоит около 50 тысяч долларов. Это достаточно дорого. И инвестиционная должна быть, наверное, какая-то привлекательная политика. И мы ждем этих инвестиций. И мы понимаем, что только инвестиции, экономическое развитие страны может помочь развивать рынок труда и сделать конкурентоспособным рынок труда в Украине. Пока что он не конкурентоспособен. Потому что вы правы и прав представитель, так сказать, это, я так понимаю, во Львовской области, Львовской области, который об этом заявил. Потому что средняя заработная оплата у нас значительно проигрывает. И вот сейчас передо мной лежит письмо, одно, которое было направлено к нам, одного из крупных, в общем-то, перевозчиков, о котором написано прямым текстом в связи с великим витоком персоналу для работы за кордоном. То есть люди просто уже, работодатели это понимают прекрасно. И удержать сейчас человека, у которого руки, у которого есть хорошая профессия, у которого есть хорошая специальность, удержать его здесь можно только высокой зарплатой и какими-то гарантиями занятости на перспективу. И, конечно, нам нужно развивать, но этого пока не происходит. Есть у нас теневая занятость, есть у нас теневая заработная оплата. И несмотря на то, что проводится и большая разъединенная работа, и даже изменения в пенсионное законодательство делают, тем не менее, это пока не исправляется. Видимо, не пришло еще время. Скажите, пожалуйста, каких специалистов и какого уровня, в какой сфере работодатели готовы брать на работу, несмотря на дороговизну создания рабочего места, несмотря на отток рабочей силы? Кого ищут и хотят видеть? Ну, конечно, IT. IT-специалисты, они очень востребованы. Но дело в том, что с IT-специалистами, я вам сразу скажу, что центр занятости, они настолько в электронном виде развиты, вот эти отрасли, они, в принципе, находят все это, не обращаясь в центр занятости. У них своя, так сказать, площадка для подбора кадров, у них свои требования, у них свои даже названия профессии, названия вот этих посад, которые не соответствуют классификатору. И несмотря на то, что мы бы и хотели, так сказать, занять, но они настолько востребованы, специалисты в этой области, что им, они до центра занятости, в общем-то, наверное, и не доходят. Их, ну, могут их принять на работу без нашего посредничества. Есть много сайтов, интернет, которые предлагают эти вакансии, которые понятны, там даже посады звучат на английском языке, то, что, в общем-то, как бы нашим законодательством не предусмотрено. Ну, вот эти вот, эти самые. Но я вам хочу сказать, что сейчас есть такая тенденция, и хорошие работодатели это понимают, что заработная оплата имеет значение, и во многих сферах заработная оплата повышается, и по мере того, как они не могут, работодатели нанять соответствующее количество людей, заработная оплата повышается. Вот сейчас нужны швеи. Их нужно очень много, они востребованы очень. И если заработная оплата швеи еще год назад составляла 3-4 тысячи, то сейчас можно найти с зарплатой 7-8 тысяч, и, в общем... А скажите, пожалуйста, интересный момент, а с чем связано это? Ну, с тем, что развивается у нас швейное производство. У нас есть крупные предприятия Грегори Арбер, которые, в общем-то, наверное, на слуху у всех, и они достаточно достойное предприятие. Мы, так сказать, с ними даже заключили договор, и на базе нашего учебного центра службы занятости мы открыли группу, они нам помогли, так сказать, с учебными программами, планами, и мы открыли группу по подготовке швей, которых они готовы взять на работу. Это замечательно. Я предлагаю посмотреть небольшой видеоролик и перейти к такому вопросу, как профориентация. Давайте вместе посмотрим. Это мама Ярослава, и она переживает, что ее сын днями сидит в социальных мережах. Проте она марно хвилюется, потому что парень там не просто гаят час, а вивчает работу этих ресурсов. Ярослав мечтает потиснуть руку Марку Цукербергу, который стал для парня символом успеха в 21-му столетии. Проте, чтобы потрапить в число 10 тысяч специалистов, которые занимаются поддержкой марки по всему миру, Ярослав должен получать соответствующие навыки. Хлопець знает очевидную ответственность, что самый короткий шлях до знакомства с Цукербергом стать программистом. Но Ярослав решил проверить себя, что он имеет хист, чтобы стать не просто программистом, но и лучшим программистом. Если нет, подумал Ярослав, в зерковой команде нужны специалисты в різных галузях. Даже Марк не сразу нашел свой шлях и учился на психолога. Но прогресс не стоит на месте. И сегодня научные разработки помогают каждому. Чтобы не идти круга, Ярослав отправился в центре занятости и начинал тригодинные тесты, результаты показали, с какой профессией он упорится наиболее. И уже скоро он получил индивидуальные результаты, которые свидетели, что все же лучшая профессия для Ярослава программист. Его здебности и захопление идеально подходят для такой дела. И хлопец может заниматься самым тем, что ему до подоби. Ярослава довольнили результаты, и он написал Цукербергу. Одного разу Маркови доведется приехать в Украину, чтобы потиснуть руку наступному найкращему программисту в мире. Насколько государственная служба занятости сегодня влияет на то, куда идет учиться молодежь, какие профессии выбирают. Потому что ведь мы знаем, что был определенный период, надеюсь, он уже закончился, когда мы получили высшее образование и не знаем, куда с ним идти, потому что потребности на рынке труда в этой профессии просто нет. К сожалению, 60% выпускников высших учебных заведений никогда не работают по специальности, которую они получили. Это цифры, данные Международной Организации Труда, данные исследования, и поэтому наверное, это важно. Профориентация должна выйти когда-нибудь уже на первый план, окончательно, бесповоротно. Но, конечно, это не только работа центра занятости, это работа совместная, это работа школы, центра занятости, и, конечно, это выход на родителей. Как часто выбирают дети профессию, которую им говорят родители, которую они для них запрограммировали, и как часто бывают вот такие ошибки. Вот то, что показали сейчас в этом ролике, мы, в общем-то, поддерживаем это абсолютно в центре занятости, можно получить такую информацию, можно пройти тестирование, и хотите вы стать юристом, ну пройдите тестирование, а вдруг оно подтвердится, и тогда вы со спокойной душой этим займетесь. А вдруг подтвердится то, что вам нужно быть обязательно или программистом, или инженером, а может быть у вас вообще не хватает, так сказать, может быть нужно заниматься там сельским хозяйством, агрономом стать хорошим, или врачом. Это же замечательно знать, так сказать, свои наклонности внутренние, мы же не всегда в себе разбираемся. Совсем недавно профориентацией мы занимаемся давно и очень серьезно. И совсем недавно у нас в учебном центре был, мы провели вообще все областной день профориентации, когда в наших всех центрах занятости были организованы походы на предприятия, потому что дети очень мало знают вообще о специфике профессии, они вообще ничего не знают. Они не знают, как пекутся хлеб, печется хлеб, не знают, как шьются вещи. И вот для того, чтобы познакомить их с этими профессиями и дать им потрогать, что это такое, вот такое вот было мероприятие, а в Одессе оно прошло в нашем учебном центре. Его посетил министр социальной полиции Андрей Рева. Он, в общем, был впечатлен нашим учебным центром и вот той работой у нас там были и пограничники, потому что это тоже востребовано очень, кстати, у нас очень много, это не вакансии, так сказать, но предложение контрактной службы в армии органов внутренних дел. То есть вот такую работу у нас тоже можно поискать. И к нам пришли работодатели, которые наяву показали, как это делается. Наши специалисты учебного центра показали детям, как делаются прически, как шьются какие-то там вещи, как можно разрезать плитку. То есть вот эти вот все мастер-классы были сделаны. То есть дети были, конечно, мы получали очень много отзывов от учителей. Наверное, этого нужно проводить много, хотя это очень трудозатратно, но мы стараемся это делать во всех центрах занятости. И я надеюсь, что все-таки хотя бы познакомить детей с профессиями, ведь не только юристы и бухгалтера, или экономисты нужны. Нужны и водители, и швей, и бухгалтера, и работники банков. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вот раньше у детворы наблюдалось какое-то там специфическое такое превратное отношение к одним профессиям и более такое возвышенное, не всегда обоснованное отношение к другим профессиям. То есть эти не очень элитные, а вот эти элитные. Сейчас как-то ситуация меняется, становится больше ребят, девушек, которые хотят, допустим, делать что-то своими руками. Становиться мастерами, парикмахерами или продавцами, или идти в другие сферы. Ну, я вам скажу, что ситуация меняется очень медленно, если она даже меняется. Мы очень мало знаем про рынок труда и про тех людей, которые получили. Ведь профессию парикмахера можно получить серьезно, это в нашем учебном заведении, а можно получить на каких-то курсах, в котором тебе дадут просто бумагу о том, кто-то там что-то закончил. И ты на свой страх и риск, не имея свидетельства установленного возрастка, как мы это называем, занимаешься той или иной деятельностью. Я хочу сказать, что я столкнулась вот здесь с статьей одного известного экономиста, который сказал, что рынок убьет 12-летнее образование, рынок труда. 12-летнее образование. 400 тысяч человек сразу не выйдут на рынок труда. И каждый год на 130 тысяч больше пенсионеров выходит на пенсию. То есть нам сейчас нужно думать о том, чтобы сохранить, так сказать, вообще население и работоспособное население. Потому что, я так скажу, в общем и целом количество людей, которые платят единый социальный взнос, а это как раз количество тех, которые работают и платят податки. Оно при всех, так сказать, положительных прогнозах, к сожалению, пока что еще сокращается в Украине. И в Одесской области тоже. И вот когда количество работающих превалирует над количеством всей, так, учащихся, детей, пенсионерам, это нормально. Но у нас сейчас, к сожалению, тенденция другая. И вот над этим нужно думать. Ну и, конечно, профессионально-техническое образование. То, что вы спросили. Профессионально-техническое образование это очень необходимое образование. И хороший рабочий на заводе в Германии, в Америке, я не знаю, там, в Швеции, он получает настолько достойную заработную плату и работает в таких комфортных условиях, что он получает иногда и заработную плату больше, чем инженер. У нас пока этого не наблюдается. Вот когда это будет переломлено, когда мы поймем, наконец, ценность каждого рабочего человека и рабочих рук, вот тогда, возможно, ситуация в стране изменится. Но нужно изменить это. Вы же помните, наверное, когда были старые советские фильмы про слесарей, про доярок, про все это дело. То есть вот рассказывали. Популяризация. Популяризация была профессий. Сейчас у нас популяризация чего? Банкиров, программистов. Наш, посмотреть любой сериал. Я знаю, что в Одесском центре профтехобразования часто бывают такие клиенты, как те же несостоявшиеся, к сожалению, банкиры, экономисты и так далее. Расскажите, пожалуйста, в двух словах об этом центре. Кого и на какие профессии вы там учите? У нас, мы учим там в основном тех, которые получили статус безработного, те, которые соответственно учили в центре занятости. У нас там 28 профессий. Все они рабочего характера. Рабочие профессии. И учим мы их коротко. То есть на рабочую профессию можно в учебном заведении, например, таком, после школы получить там за три, за два года. У нас самый длительный срок обучения девять месяцев. И мы учим там и профессии строительной сферы, и промышленной, и сферы обслуживания. То есть самые разнообразные профессии. И я вам хочу сказать, что вы правильно задали вопрос, что есть много выпускников институтов, которые не нашли себя в своей, не смогли себя реализовать вот в той профессии, в той специальности, которую они получили. Они приходят к нам и переучиваются, и мы с удовольствием это делаем. И кроме того, я хочу вот сказать, что у нас существует как раз для занятого населения и для работодателей, может, это будет полезная информация, потому что оно существует и развивается именно в нашем ЦПТО, в нашем учебном центре и таких учебных заведений в Украине всего два. Если у вас работает повар или если вы сами повар и умеете хорошо готовить, но не имеете, так сказать, свидетельства о том, что вы получили эту профессию, вы можете у нас в учебном центре подтвердить результаты своего неформального обучения. Это стоит не очень больших денег и можно получить, то есть за два-три дня, сдав определенные тесты, пройдя определенные, так сказать, экзамены, можно подтвердить свое вот это неформальное навчание. И вы знаете, в этом году у нас такой успешный, в общем-то, год. 17 человек из Одесской области и 40 человек из Украины уже подтвердили в нашем учебном центре профессию повара. Третьего, четвертого и даже пятого разряда. Мы вас приглашаем. Спасибо большое. Мы немножечко затронули эту тему в начале эфира, но сейчас хотелось бы чуть более подробнее остановиться на ней. Когда весной этого года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и странами ЕС, все говорили о том, что, уважаемые украинцы, понимайте, это только туристические возможности, но никак не рабочие. Но, тем не менее, сейчас многие говорят о том, что в связи с безвизом в Украине наблюдается отток рабочей силы. Так ли это кто куда едет и чем это чревато? Я, к сожалению, не могу вам подтвердить, так это или нет официально, но из неофициальных источников, которые, так сказать, статистические какие-то данные, выкладки, какие-то там мнения каких-то экономистов, уже 7 миллионов человек выехало. Я вам должна сказать, наверное, ради справедливости, что в октябре прошлого года даже на государственном уровне вот этот выезд, он приветствуется, потому что между государством Израилем, Израиль и Украиной есть международный договор о привлечении наших строительных рабочих на стройки Израиля. И этим занимаются службы занятости. То есть мы уже по долгу службы, так сказать, этим занимаемся. И в Одесской области есть люди, которые выявили желание поехать в Израиль, там 4 рабочие профессии, и информацию по любому вопросу могут дать в любом центре занятости. Там обещают очень хорошие, так сказать, и условия, и достаточно высокую заработную плату. Но, к сожалению, вот эти люди, которые уедут в Израиль, они не будут платниками страхового взноса здесь. То есть здесь им не будет идти страховой стаж. Вот это такая недоработка, я считаю, этого. Но на самом деле мы уже на межправительственном уровне работаем с вот этими странами. И ожидается, что в ближайшее время еще некоторые европейские страны также самозаключат угоды. То есть, естественно, есть отток. И этот отток тем страшен, что это самые лучшие люди самого трудоспособного возраста, хорошие специалисты, они действительно покидают, потому что там предлагаются... Да, это, конечно, туристическая виза, но работодатели, которые делают все возможное для того, чтобы, так сказать, привлекая наших врачей, медсестер, вот, например, в Чехии они очень нужны, мы об этом много слышим, газоэлектросварщики в Польше на верфи строительной, кораблестроительной работать, уборка фруктов, овощей и так далее. Видя, что люди приезжают, то есть есть много таких посреднических компаний, которые этим занимаются. Мне, конечно, очень жаль, что эти люди не находят себе применения. У нас вот даже есть такой слоган «Живи и работай в Украине». И хотелось бы, конечно, призвать всех все-таки находить здесь нишу для того, чтобы работать. И мы готовы, как служба занятости, с удовольствием поможем и расскажем, и даже расскажем про то, как заняться здесь предпринимательской деятельностью. И, если возможно, если человек заинтересуется, поможем ему организовать это. Спасибо огромное. И у меня напоследок такой вопрос. Что бы вы хотели пожелать украинскому работодателю, вот чтобы получить хорошего сотрудника, и украинцу, который сейчас находится в поиске работы? Ну, я всем желаю выиграть это самое дешевое лекарство. Это занятость, говорят. Это такая мудрость. Я очень верю в нее. Это действительно занятость, когда ты забываешь обо всем. Работодателю я хочу посоветовать не терять терпение, потому что своего работника нужно не только получить, его нужно удержать, его нужно... Хорошего работника нужно удержать, плохого надо научить, и только в последний момент уже самое невозможное избавляться от него. И, конечно, платить заработную плату, находить возможности для того, чтобы заработная плата была такая, чтобы его удержать. А людям, которые ищут работу, конечно, найти работу. Конечно, найти работу. И использовать при этом все абсолютно источники информации, в том числе и Центр занятости, где мы вас ждем. Спасибо вам огромное. Я думаю, на этой позитивной ноте можем заканчивать наш эфир. Напоминаю, сегодня у нас в гостях была Галина Ивановна Бородатюк, заместитель директора Одесского областного Центра занятости. Эфир для вас провела я, Наталья Костенко. Не переключайтесь. Дальше только интересное в рамках эфира 7-го телеканала. Редактор субтитров А.Семкин